Собак, которые родились на улице из поколения в поколение, и это собаки, которым не нужен человек, их нет. Уже не представляешь жизни без них, и не можешь ни собраться, ни пойти, потому что знаешь, что тебя тут всегда ждут. Меня зовут Виктория Персикова, я президент благотворительного фонда помощи животным ищу человека. В Москве как минимум 17 тысяч собак находятся на улицах, столько же находятся в приютах. Сейчас здесь проживают 28 собак, еще порядка 40, могу ошибиться, живут у нас на передержках. Меня зовут Анна, и последние 8, наверное, лет я прихожу в приют к собакам. Я прихожу 4 раза в неделю, а девочки приходят каждый день. У этих собак, кроме волонтеров, каких-то неравнодушных людей, у них больше никого нет. И если ты не придешь, то не придет и никто. Каждый день поступают новые собаки. Весна, осень – это огромный поток щенков от домашних собак. Вся проблема заключается в российской традиции. А. Самовыгула. И Б. Отсутствие стерилизации домашних животных. Кого-то просто выбросили на улицу, волонтеры нашли, кого-то привязали к дереву. А. Уровень жестокости летской, я вообще его ощутила только когда стала волонтером. Я увидела такое выпиющее количество страшных случаев жестокости над животными. Я не ожидала, что это существует вообще. Ты отсюда приходишь, делал какие-то дела, но ты все время думаешь, а вдруг им холодно, а вдруг они не доели. И вот эта вот мысль, она может не покидать тебя ночью, когда ты спишь. А. Любое животное, которое попадает под опеку фонда, проходит некоторое количество этапов, суть которых – полная подготовка животного к семье. А. Главная наша фишка – это, конечно, мы научились находить семьи нашим подопечным. География пристройств наших подопечных очень широкая. Это, конечно, и Москва, и Московская область, это и Европа, это Голландия, Австрия, Эстония, Финляндия, Германия, Швеция. Это Америка и Канада. Если взять карту, то мы увидим очень много точек, где светятся окна тех домов, где живут наши животные. А. Помогать животным я стала семь лет назад. В 2018 году я учредила благотворительный фонд «Ищу человека», потому что поняла, что в рамках организации волонтеры могут действовать более масштабно и реализовывать более интересные проекты. Наш фонд помогает не только приюту Чехвостики, мы помогаем нескольким региональным приютам. В регионах ситуация гораздо более сложная, чем в Москве и Подмосковье. За кого больнее всего? Это за собак, которые попали щенками в приют, и уже прошло с тех пор много-много лет, а они все еще не нашли свой дом. Все, кто к нам приходят, это собаки, бывшие домашние. Они все добрые, они все ласковые, они все тянутся к человеку. Любую из этих собак посади на диван, будет абсолютно комфортно и гармонично жить в семье.